Здравствуйте! Это Национальный интерес на телеканале БТБ. Говорим о тех вызовах, перед которыми сейчас стоит Украина, или которые стоят сейчас перед Украиной, а также о тех вызовах, которые стоят перед миром. Алексей Куропятник, эксперт благотворительного фонда Майдана иностранных дел у нас в студии. Здравствуйте! Добрый день! Как бы вы охарактеризовали ту ситуацию, на которую мы выходим сейчас в последнее время? В плане? В плане безопасности. В плане безопасности. Ситуация очень сложная и характеризуется тем, что, как мы видим с украинской стороны, я могу с украинской стороны говорить, что правительство Украины и руководство военно-политическое в основном делает основной акцент на дипломатических шагах. В экспертном сообществе, не только у меня, но и здесь, в Украине, существует такое мнение, что это не совсем правильный подход, хотя, может быть, мы не знаем всех аргументов за и против, которым пользуется руководство страны, но мы видим, что на сегодняшний день просто дипломатические шаги вряд ли принесут успеха, тем более в короткой перспективе. А события в Украине развиваются, ухудшаются в военно-политическом плане очень быстро. Что нужно делать тогда? Вот дипломатия — это не помощник, да, в единственном числе. Что может быть в арсенале Украины сейчас? Вот президент в своей пресс-конференции, не пресс-конференции, а вообще не с прессой, да, с представителями средств массовой информации, говорил о том, что одно из главных достижений Украины, да, в целом, вот позиции Киева на международной арене, это то, что мы не то, что сумели сохранить лицо, а мы сумели показать всему миру, что мы демократическая страна, которая хочет мира. Здесь приходится искать определенный баланс между тем, чтобы не выглядеть как страна ястреб и действительно быть приверженным демократическим ценностям, особенно в свете того, что наши основные военные друзья на Западе от нас этого ожидают. А с другой стороны понимать, что военная агрессия, которая происходит со стороны России, она в основном мало чувствительна к дипломатическим шагам, которые преимущественно выражаются в громких заявлениях и угрозах санкций, в том числе тех санкций, которые уже введены. Те санкции, которые уже введены экономически, они преимущественно все экономические и финансовые, они имеют отложенный негативный эффект. И даже несмотря на то, что последствия могут серьезно усложнить жизнь Российской Федерации, по мнению всех экспертов, как российских, так и украинских и на Западе, мы видим, что немедленного воздействия на порядок действия, модус операнди российского военно-политического враговства, они пока не оказывают. Очевидно, у Российской Федерации есть определенный ресурс, запас, резерв, который позволяет им надеяться, что вот та линия агрессивная, которую они проводят, пока им позволительно ее проводить и дальше. Поэтому Киеву, естественно, рекомендую не только я, я не хотел бы сказать, что только я этим занимаюсь, все-таки больше внимания уделять именно военной составляющей и проводить реформы в вооруженных силах, которые уместны и нужно проводить прямо сейчас. И главная составляющая этого – это усилить компоненту организационную, то есть создать единый штаб проведения военной операции. И второе – это борьба с коррупцией и борьба с государственной изменой, которая чаще звучит в средствах массовой информации и участников АТО в отношении отдельных руководителей военного блока, вообще силовых ведомств. Вот снова же президент говорит о том, что нам удалось улучшить вот эту организационную составляющую за время прекращения огня. Это одно из наших достижений. То есть учли ошибки, может быть, там перегруппировались, но это уже все-таки тактические моменты. Но в то же время мы не можем сейчас рассчитывать на помощь наших партнеров из Запада по предоставлению нам тех вооружений, о которых говорил президент, например, в Конгрессе Соединенных Штатов. Как вы считаете, почему Соединенные Штаты все же не идут на этот шаг так быстро? Хотя вот сейчас эксперты эту тему обсуждают очень тщательно и говорят, что не исключено, что в будущем все же они на этот шаг пойдут. Знаете, мне кажется, что вопрос о более значительной военной помощи Украине все-таки не отложенный. Он находится в процессе решения, и мы видим, что те же Соединенные Штаты Америки через своих военных советников, которые активно работают у нас фактически с середины июля, через визиты высокопоставленных конгрессменов и сенаторов, которые регулярно приезжают в Украину, в том числе и подчисляют зону АТО, и бывшие руководители военного ведомства США, как Каспер Вайнбергер, который был в Мариуполе. Вопрос готовится. Другое дело, что есть сдерживающие факторы, которые украинскому политическому руководству желательно учитывать. И один из этих составляющих, они, в общем-то, открыто об этом говорят, это неудовольствие, неудовлетворение того, как проводится политическое оперативное планирование и руководство военной операцией. И здесь, кстати, критика звучит не только со стороны наших друзей за океаном и Европе, но и со стороны участников АТО, что именно неспособность, или, скажем так, слабая способность, будем осторожнее, руководства, те ошибки, которые произошли в результате, скажем так, не совсем грамотного профессионального подхода к планированию военной кампании на Востоке, приводят к тому, что, с одной стороны, уснижается моральная часть украинских войск, а с другой стороны, это вызывает дополнительные опасения в целесообразности более масштабной, более значимой военной помощи Украине в этих условиях. И в первую очередь указывается на то, что нужно решить вопрос об улучшении руководства и улучшении планирования, а не войск. То есть, собственно, они сами тяжелое вооружение, а именно на вот эту составляющую, интеллектуальную. Скажите, а на какой шаг может пойти все же Россия, вот, скажем, непопулярный шаг, тот шаг, который сейчас не принят в цивилизованном обществе и, в принципе, в 21 веке многие этого не ожидают или не ожидали и тех событий, которые сейчас происходят. Что может задействовать Российская Федерация в отношении Украины, в отношении мира? И на самом деле, вот, позиция Соединенных Штатов, они не дают то вооружение все же, да, но они как бы побаиваются того, что Россия неуправляемое государством исторически. Они прямо говорят о том, что фактически речь идет о военной конфронтации с агрессивной и слабоуправляемой, слабо прогнозируемой ядерной державой, которая откровенно бравирует и шантажирует своих соперников, в данном случае Украину и частично Запад, угрозой применения ядерного оружия. Что касается Украины, то непосредственно, ну, с точки зрения военной логики и военно-политического анализа, видно, что имея значительное военное превосходство, точнее, и в уровне, скажем, осторожней боеспособности российской армии, которая была продемонстрирована при секторе Деи, при создании Иловайского котла, мы видим, что пока что нет необходимости демонстрировать более сильное вооружение, потому что, ну, как бы, с одной стороны, нет военной необходимости в этом, обычными средствами это достигается, а с другой стороны, есть негативные последствия, политические случаи применения даже тактических ядерных вооружений, при том, что это придется долго и скрупулезно доказывать. Уровни радиации, факт самоприменения, то есть это придется доказать, а не просто заявить. — Значит, мы все в ожидании саммита G20. Кремлевская пресс-служба заявляет о том, что Путин якобы собирается принять участие в этом саммите. Но в то же время организаторы, в том числе и члены G20, кроме России, сейчас обсуждают, да, тему, нужно ли участвовать в этом саммите представителю Российской Федерации, в частности, президенту Путину. Как вы считаете, вот там этот вопрос, наверное, будет звучать, да, украинский. И вот на таком уровне высоком, когда 20 крупнейших экономик, 20 крупнейших государств мира будут говорить на эту тему, это поможет в взаимопонимании Путина с внешним миром, как вы считаете? — Группа 20 — это об экономике. Мы видим, что ведущие западные страны, наши друзья, как Соединенные Штаты Америки, Германия в последнее время, преимущественно тяготеют к тому, чтобы оказывать воздействие на военно-политическое руководство России, которое проводит агрессию в Украине, экономическими санкциями. Группа 20 — это как раз об этом. И понятно, что успех этого давления экономического, пусть даже с сложенным эффектом, но неизбежного, будет зависеть от слаженности действий всех основных экономик мира, которые входят в группу 20, которая, кстати, была недавно сравнительно создана, для того, чтобы этот эффект наступил быстрее и был более тяжким, зримым и впечатляющим для России. Понятно, что Российская Федерация будет стремиться нейтрализировать, насколько это им удастся. Для начала туда просто попасть физически. Не факт, что это случится, потому что мы помним, что и группа 7, плюс Россия, которая должна была проводиться в Сочи, тоже российская дипломатия активно готовилась и муссировала не только слухи, но подогревала общественное мнение к тому, что все произойдет как обычно. На самом деле этого не произошло. Украина не участвует в этой группе, мы не являемся членами группы 20. И процесс подготовки проходит мимо украинской дипломатии. Хотя, конечно, кое-что мы об этом знаем и понимаем, что такие попытки будут, судя по всему, со стороны российской дипломатии до самого конца. Давайте подождем и посмотрим. Если наши ключевые западные партнеры последовательны, то Россия туда не попадет. Все же не попадет, не будет принимать участие. А вы как считаете, нужно все-таки возобновить диалог даже в экономическом плане. Между Россией и другими странами мира. Или нужно все-таки Путина туда не пускать? Знаете, я 14 лет проработал в дипломатии и скажу о том, что, несмотря на то, что идет война, дипломатия это диалог. И диалог это аргументы, убеждения. И если в этой ситуации, допустим, Запад не предоставляет, допустим, нам пушки, то это не означает, что нет других аргументов, которые могут действовать. Вопрос не только в самих аргументах. Это как бы одна часть вопроса, которая может быть решена во время заседания, даже если Путин туда будет приглашен. Но и вторая часть вопроса, это наличие политической воли руководителей стран группы 20 проводить эти угрозы или мероприятия, которыми угрожают в жизнь. И вот протестировать, насколько политическая готовность имеется, насколько политическая воля достаточна для того, чтобы это проводить, это тоже важно. Поэтому, если даже это и случится, и будет продемонстрирована воля остальной группы 20-ки, кроме России, применять эти экономические санкции против России в качестве наказания за такое поведение, то, в принципе, это будет позитив. Хотя, конечно, здесь трудно понять. У меня, например, большие сомнения, что Путин вообще туда попадет. Но даже если попадет, не стоит расстраиваться. Если эти месседжи будут доведены до руководства России, и они будут решительными, то вполне возможно, что даже присутствие Путина на этом заседании, если такое случится, будет позитивным для нас. Вот Путин туда собирается. Понятное дело, что он там будет, так может быть, не знаю, насколько корректно сравнение с Белой Вороной на этом мероприятии. Вот чего он ожидает? Зачем он туда едет? Здесь еще есть один момент очень важный. с точки зрения российской политики. Дело в том, что российское политическое руководство всячески пытается предоставить своей внутренней публике ситуацию таким образом, что Россия не находится в политической изоляции. И вот сам факт присутствия на таком высоком форуме как раз и будет играть на эту тему. В этом стремление... То есть на реальные результаты во внешней политике или там... Неважно. Он не рассчитывает, да? Сам факт присутствия разрушает вот это ощущение политической изоляции, о которой многие говорят и, в общем-то, к которой, по сути дела, мы в это верим. Понятное дело, что приезд Путина на заседание будет негативно влиять на вот это ощущение, разрушать его. Но всегда мы в любой ситуации должны искать разумный баланс. Если, допустим, за счет ущерба имиджу будут доведены очень сильные и решительные месседжи и будет продемонстрирована политическая воля их имплементировать, вполне возможно, что это будет... Это самортизирует тот эффект негативный от его присутствия в случае, если Путин туда приедет. Скажите, вот средства массовой информации российские уже очень давно массировали тему того, что якобы в России обладает серьезным ядерным арсеналом, вот эта вся система периметра и тому подобное, мы это помним. В политических кругах Российской Федерации этот вопрос часто не то, что обсуждается, а вот такие заявления есть, что якобы не трожьте Крым, не пытайтесь что-то нам сделать и тому подобное, потому что мы можем задействовать хотя бы какие-то превентивные удары нанести ядерные. Путин, он сопоставляет, как вы считаете, возможности со своими какими-то там потребностями и желаниями там в ядерном ударе? Насколько это возможно для Российской Федерации сейчас? Вы знаете, до недавнего времени можно было более-менее уверенно прогнозировать действия российского военно-политического руководства, исходя из норм международного права, существующих договоров. С начала этого года получилось так, что Россия не только нарушает собственное международное обязательство, причем в массовом порядке, то есть множество договоров одновременно нарушает, оно нарушает еще и внутреннее законодательство. И здесь как бы мы не можем уже полагаться на то, что Россия договорозоспособна в том плане, что она будет соблюдать принятые на себя обязательства. Об этом уже не приходится говорить. Другое дело, есть ли какая-то военная логика в необходимости применения, мы говорим о тактическом ядерном оружии, потому что стратегическое применение смысла нет, поскольку мы находимся в непосредственной близости к России, тем более, что Россия проводит эти мероприятия под флагом защиты русскоязычного населения. Уничтожать собственное население, которое вам, как этой программы, преподносится как ее защита, оно противоречит самой идее российского силового варианта на Украине. Тактическое ядерное оружие, конечно же, у россиян имеется, и даже мы слышали заявление, не подтвержденное ничем министра обороны, о том, что оно даже и применилось в Луганске во время обстрела аэропорта. Эксперты сомневаются в этом, потому что нет пока никаких доказательств. Нет военной, вот я человек не военный, но как бы работаю в системе безопасности, и вижу, что военной необходимости в этом нет. Другое дело, может ли она возникнуть? Здесь трудно прогнозировать, но, судя по всему, украинские вооруженные силы в обозримом будущем в паритете с российскими вооруженными силами не будут. Я имею в виду обычное вооружение. Поэтому, даже если они будут к этому в отдаленном будущем приближаться, то российские вооруженные силы обычно тоже не будут стоять на месте. Тем более мы знаем об очень амбициозной программе переворужения до 2025 года. Может быть, она будет реализована не в полном объеме, но тем не менее, она повысит общий уровень боеготовности российских вооруженных сил. Применение тактического ядерного оружия это как бы последнее убежище, last resort. Как говорят американцы, пока что мы не видим ситуации, при которой вот эта ситуация как бы последнего убежища, последнего хода есть. Россиян загляняют в угол не в военном отношении, а в экономическом. Там ядерное оружие не поможет. Скажите, а что означает появление российской военной авиации? Вот мы слышали сообщение буквально там 3-4 дня назад в районе Аляски, территория Соединенных Штатов. Немножечко ранее это было сообщение из Великобритании. Это проба пера или как это можно расценивать? Российская авиация появляется в международных водах и в Тихом океане, мы знаем, и в других местах, но в Северном ледовитом уже давно. И в принципе, это связано с общей концепцией развития российских вооруженных сил. Что касается в Арктике, то речь идет об огромных запасах нефти и газа в этом регионе. И россияне стараются вести себя довольно агрессивно и напористо. В этой ситуации они просто метят территорию, дают знаки, сигналы, посылают о том, что они готовы защищать свои национальные интересы при разделе континентального шельфа любыми доступными способами. Поскольку там нет полного единства у арктических стран, каким образом должен быть поделен шельф. И несмотря на то, что в нынешней ситуации западные страны... То есть вы не связываете это с текущей ситуацией, вот этой напряженностью международной? Или все же... Вы знаете, трудно его сопоставить по той простой причине, что страны Запада из Соединенных Штатов Америки в первую очередь, как страна, которая составляет... Вооруженные силы, которая составляет 80% боеспособности стран НАТО, вообще проявляют готовность или желание, или даже намекают применить вооруженные силы на украинской стороне в конфликте с Украиной. Этого нет. Поэтому объективных военных причин для этого пока не существует. Политические причины находятся только в плоскости энергоносителей. И то на отдаленном будущем, потому что на сегодняшний день мы видим, что у России нет и в обозримом будущем собственными силами и они не смогут производить оборудование для добывания нефти и газа на арктическом шельфе. Там очень сложная ледовая обстановка и нефтяные вышки, которые работают в ледовой зоне, они примерно в 10 раз на порядок дороже, чем в обычных. То есть, если мы знаем по вышкам Бойко, вышка стоит примерно 250 миллионов долларов, то вышка для работы в арктических условиях, ну там в том же Баренцевом море, она стоит примерно до 3 миллиардов долларов. И изготавливается в США и Канаде. Поэтому я считаю, что это выстрел на упреждение, на отдаленное упреждение, когда будут сняты санкции и когда появится техническая возможность проводить разработку этих шельфов и с тем, чтобы их просто застолбить и чтобы они оставались российскими. Ну а смысл, если не будет технической возможности? Вот как вы считаете, на что надеется Путин? Вы можете его характеризовать, его поведение и его цель? Да, он понимает, наверное, что экономическая изоляция ни к чему хорошему не приведет. Сотрудничество в сфере вот таких вот технологий по добыче нефти, газа, это тоже рано или поздно поставит нефтегазовую отрасль России на колени. Он понимает это все, осознает, у него есть свой рецепт или же он просто идет ва-банк? Я могу высказать свое личное мнение, которое совпадает с мнением там, в том числе западных. Речь идет вот о чем, что непонимание истинных целей Путина, это не только беда украинской политики, то есть, точнее, не только непонимание, сколько сомнение в том, что до конца поняли. То же самое можно сказать и у западных политиков, которые тоже как бы видят, где-то разделяют украинскую точку зрения, но продолжают сомневаться. А причина здесь вот в чем, что понять основную мотивацию Путина сложно людям из демократических стран с торговым мышлением, потому что Путин, как бы цель его эскалации конфликта в Украине, она не является экономической. Это идеологическая мотивация, которая вообще принимает экономические факторы как вторичные Путин исходит из идеологемы в том, что он не строит в России общество всеобщего благоденствия. И он не строит общество, которое будет жить на высоких экономических стандартах жизни. Он строит совсем другой проект, реализует. Это проект идейный великой России. Это проект основанный на чувстве ущемленного самодостоинства советских людей после развала Советского Союза, которые были причастны к сектору безопасности, оборонке, некоторым отраслям экономики, на вот этом чувстве обиды с тем, чтобы вернуть вот этим людям и стране в целом ощущение, что Россия великая страна. Поэтому для достижения этой идеологии экономические факторы остаются вторичными. С точки зрения самого Путина это понятно. Он хочет остаться царем, президентом в плане войти в историю. Много можно говорить, как он войдет в эту историю, или он в нее вляпается, или войдет, но это уже другой вопрос. Но как вы считаете, те люди, которые находятся в него в окружении, близкое окружение, они поддерживают его во всем? Или у них есть на некоторые моменты своя точка зрения? Вы понимаете, мы должны просто видеть, что если верить Лилии Шевцовой, то реальная база Путина не более 15% реальная база Путина, но значительная часть... Это люди, которые, вы имеете ввиду россияне, 15% россиян поддерживают его во всех его начинаниях, во всех его начинаниях, чтобы он не делал. То есть они его сознательно подъявят. А все другое это как бы зазомбированные идеологически обработанные люди, с которыми путинская пропаганда играет на самых низменных чувствах. И в этой ситуации мы, наверное, просто еще недооцениваем мобилизующую силу вот этих идейной мотиваций. Потому что мы привыкли смотреть на мотивацию экономическую, санкции, жизненный уровень, как это отразится на избирателях, как это поймут, не поймут, будет критика, голодные бунты. У Путина другое мировоззрение. Он стремится вот эту идею реализовать причем не важно в качестве царя. Главное достичь вот этого ощущения, что Россия великая страна. Каким образом не важно. Это же опасно. Есть же вторая сторона медали. Он может остаться с этими 15% которые поддерживают и которые есть целевым электоратом. Если использовать те механизмы и методы, которые он использует. Я так это сформулирую. Здесь важно понять вот какой момент. Это особенность идеологима Путина в создании Великой России, возрождении ее как великой страны, которая входит в пятерку крупнейших стран мира или сопоставима с Соединенными Штатами Америки. Дело в том, что начав ее, он уже не может остановиться. Мы просто должны понимать, что он играет в игру, в которой запустив механизмы реализации идеологима, остановиться уже нельзя. Причем даже если он захочет. в этом какой-то драматизм, для нас есть какой вывод должен быть, что Путин запустил такой механизм, который не просто он не может остановить, но именно из-за того, что он не может его остановить, с ним бессмысленно договариваться. И мы уже фиксируем, и многие аналитики отмечают то, что российская сторона по последним договоренностям, которые были в Брюсселе, недоговороспособны. Они недоговороспособны потому, что все, что не соответствует достижению идеологимы, не выполняется. То есть они это отбрасывают по той простой причине, что оно будет мешать и вообще может привести к к кризису самого механизма достижения вот этой идеологимы, создания великой России. 30 секунд у нас остается. Как вы считаете, перемирие на Донбассе или прекращение огня, и вот эти переговоры работа Харьков в Минске контактных групп, это входит в эту идеологему Российской Федерации или лично Путина? Здесь нужно, на мой взгляд, видеть вот какую вещь. Очевидно, отчаянное сопротивление украинских военных на Востоке было неприятным сюрпризом и несколько смешало карты для Путина. Но оно его не останавливает. И точно так же, как Украина пытается перегруппировать свои силы, как военные, так и политические, точно так же и Путин со своей командой пытается перегруппировать силы. Ему нужна эта передышка. Вы посмотрите, как он активно проводит ротацию российских войск. Да, он их заменяет на более лояльных, с более отдаленных регионов, чего, кстати, не делают украинские войска, если верят нашим аналитикам и открытым сообщениям в прессе. Он активно использует это для того, чтобы изменить, немного исправить свою тактику, подправить ее под новые обстоятельства и двинуться дальше. В этом нет никакого сомнения. Вопрос только в том, что Украина в это время делает. Использует ли она правильно эту передышку. Понятно, что это передышка. Спасибо вам, Алексей Куропятник, эксперт Майдана иностранных дел. Был в этом часе в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Оставайтесь на БТБ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин